Сейчас мы запустим каскадера на самодельном воздушном шаре. Высоко в небо. Дадим ему трекеры и камеру, чтобы узнать, как высоко он взлетит. В предыдущем видео мы собрали большой воздушный шар из пленки и скотча. Проверили его тягу, но не отпускали в небо. Но сегодня мы выехали далеко за город, чтобы запустить на нем в свободный полет нашего каскадера. Как ты думаешь, кто же будет нашим каскадером? Нафаню в студию! А может не надо? Надо, Нафаня, надо. Я боюсь высоты. Не бойся, я тебе дам кока-колу. А чем она мне поможет? Ну на тогда спиннер. Ммм, я не могу говорить. О, спиннер помог. Наш каскадер готов, теперь будем раздувать шар. Да что ты мочишь, ну что? К основанию шара мы прикрепим газовую горелку, которая наполнит его горячим воздухом. Леску с грузиком мы перекинули через дерево. Супер! С первого раза. Теперь конец лески привязываем к верхушке нашего шара. Шар привязан к леске, теперь можно его поднимать. Осталось зафиксировать его в таком положении. Чтоб его легко было надуть горячим воздухом. Чтоб не потерять Нафаню, мы дали ему телефон, включенной GPS-кой. А к шару мы прикрепили камеру, чтоб красивый вид достался не только Нафаня, но и нам. По закону Архимеда, горячий воздух в шаре легче, чем на улице. Поэтому он взлетит с достаточной силой, чтобы поднять нашего каскадера. Он держится еще, да? Все, я его рву. Слушай, пошел? Вот. Он пошел. Он пошел. Давай на скутер. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Если очень захотеть, можно в космос полететь. А-а-а-а! Он за тут просто! Он пошел ровно вверх. Его ветром гля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Езжай! Ничего себе! Езжай, он летит! Небе ярко-долубом, мы полетим с тобой вдвоем. Ты не бойся, ты не бойся, мы не упадем, мы не разобьемся. У-у-у! У-у-у! Он оторвался! У-у-у! 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 Сильный жар, наверное, мне кажется. Ля-ля, пакет просто летит вниз. Ну, сейчас повторно пусканем. Езжай! А вот он наш Нафаня, телефон упал, мог и разбиться. Ля, горелка до сих пор работает. Он просто оборвался на скотче. Мы решили укрепить шар скобами из скотча. В этот раз мы не пожалели скотч, и он точно больше не оторвется. Ну а дальше все как по маслу. Шар надулся горячим воздухом, и Нафаня взлетел. Нет, не идет. А ну, отпускай, идет? Нет. Идет. Идет. Идет! Только не сорвало. Он пошел. Снимай на ту камеруху. Он пошел. Саня! Ура! У-у-у! Он пошел. Я поехал за ним. Вроде уверенно. И очень быстро вверх пошел. Ля, как его колбасит. Какая красота. Он перекошенный страшный. О, ля, ля, ля. Там дырка, дырка, да. Хочу обратить ваше внимание на канал Алексея Вильнюсова, на котором он рассказывает, как обеспечить финансовую независимость с помощью торговли на платформе Олимптрейд. Всего за полгода он смог заработать больше 12 миллионов рублей. В своих видео он делится выигрочными стратегиями, главными правилами и всеми другими нюансами торговли на Олимптрейд. Трейдинг еще никогда не был таким простым и понятным. Ссылка будет в описании. Нафаня пролетел уже почти километр. Интересно, куда же он залетит? Запрошенный завод? Глубокая балка? На Терекон? Или кому-то на голову? Поставь на паузу и напиши в комментах. Ну интересно, что он вниз-то особо не опускается. А ну посмотри по телефону, по трекеру, где он сейчас? Отлично, координаты держатся. Устройство только что было в сети, супер, 85% заряд. Оно где-то работает. И мы поехали до него. Улетел реально. Трактор. Идемки палки. Нужно поспешить, пока нашего нафаню не нашли случайные прохожие. Вот поворот. Не видно? Он где-то там, в ярке. Короче, у него маленькая дырочка там вверху разошлась. Я кстати видел, это от температуры все скорее. Пошел на спад медленно, на снижение. Из-за дырки наверно. Гля. Та ты шо. Вон за посадкой где-то сидится. Где-то там, где я рок. Все, скрылся. Он там показывает, а где мы. Роскошная. От балка. Видишь, он возле балки лежит. Возле зеленого. Зеленая вон внизу. Давай теперь параллельно по навигатору, где мы выходим. Карты. Это старое, наверное, показание. Пока. Он здесь. Смотри по навигатору, вот сюда выведи. На. Где далеко. Он не далеко. Он упал. Видишь, он не далеко до поля где-то где-то. Водитель зерновоза может опередить нас. А до темна остается всего 15 минут. Поэтому надеемся подоспеть туда первыми. Такое чувство, что туда нет дороги. Нафаня выбрал такое место, что в радиусе километра нет ни одной дороги. Поэтому решено было ехать по бездорожью. Вот под солнышки, извините. И тут сквозь деревья мы увидели что-то розовое. Туда, там, да. За деревьями? Да. Как туда перескочить? Ты видишь? Хорошо. Вон, пошли. Давай, Сань. Вон он. Чего себе. По прямой погнали. Точно там, где показал трекер. Ты представляешь? Как бы мы эти трекера искали, я не представляю. Мы сейчас едем по скошенному полю. Чиниться. Ой, оно колючее. Столько сегодня трудностей было с этим шаром, да, Сань? Да вообще, мы все-таки это сделали. Да, вначале... Видя, как он висит. Да, ты что, где Нафаня? А вон и Нафаня. Нафаня где? Ты видишь? Вот ниже, под ним прямо. Темный такой. По ванну, угоновательно. Вот это да. Ой. Все, глушим аппаратуру. Бля. Мы забили фильтр конкретно, аж шипел воздух. Все, поехали снимать. О, я уже под ним. Где, бря? Он идет. Он идет. Нафаня, я тебя спасу. Фу. А, он упал уже. Ха-ха-ха. А, немножко сепарастанный. Так, посмотрим на эрмитчика. Он все спиннер жует. Нафаня, ты чего? Нафаня, нафаня. Приходи в чувство. Нафаня, ты что, пьян? Нафаня. Все, спаси Нафаню. Он, правда, малеха пьян. А, спиннер мешает. Вот оно в чем дело. Эх, эх, еле уцелел. Все благодаря функции, по которой можно найти свой телефон. Я привязал туда телефон, как вы видели. И вот он, вот оно это место. Оно показывается здесь на карте. И мы сюда прям приехали. Прямо точно, все. Кстати, с 28 августа по 5 сентября скидки до 30%. На многие смартфоны Дуджи. В официальном магазине Дуджи на Алиэкспресс. А еще Дуджи в официальной группе ВКонтакте разыгрывает сразу несколько смартфонов. Лови момент. Ссылку со скидками на группу ВК оставлю в описании. Мы с вами прощаемся. Запуск прошел успешно. До новых встреч. Эх, нафаня, нафаня. Ваня, что ж ты потерял Кока-Колу?